привет друзья сегодня поступил вот такой заказ от клиента задачу он поставил следующую осмотреть проверить блок на предмет его дальнейшей ремонта пригодности ну как узнаем более подробно оказывается что уже с ним проводили некий некие операции по восстановлению и в общем то после этих операций оказалось что все блок стал не ремонтопригодным это 651 мотор 906 кузов mercedes принтер ну в общем одна из свежих моделей при в чем собственно говоря проблема проблема в следующем то есть те кто пытался восстановить значит они сняли вот эту постель вот она сейчас родная вот она прикручена на месте она находится до сошлифовали с нее 0 3 миллиметра не особо вникая в особенности конструкции этого двигателя но сейчас получается в общем то следующая картина то есть у нас здесь привод состоит из зубчатых колес и все очень тесно взаимосвязано и сейчас мы постель поставили на место затянули и ну соответственно получаем вот такую картину то есть ничего тут не крутится если поставить коленвал то вот эта часть будет крутиться если поставить масляный насос на место он тоже крутится не будет 3 десятых миллиметра сошлифовать с этой постели ни в коем случае нельзя максимум пять соток плюс ко всему какая ошибка была здесь находятся базовые отверстия здесь 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 то есть для того чтобы первоначально обработать постель надо было отверстие эти прошлифовать ну как видно что никто это не делал заводская фрезеровка идет база это назвать можно относительно конечно заводу принципе пофигу когда мотор новый эти отверстия может быть даже и не являются базой для наших работ и то есть база вот я здесь положил постель которую мы уже обрабатывали готовый блок не хочет фокусироваться в общем видно что эти поверхности были отшлифованы на станке ну наши так сказать конкуренты решили это не делать ну и бог с ними в итоге в принципе они испортили очень дорогое изделие можно было его восстановить постели здесь надо восстанавливать только с помощью напыления если там большие эллипсы еще раз повторюсь шлифовать занижать вот эти крышки ни в коем случае нельзя сейчас я покажу секундочку постели тяжелые чугунивые значит получается что то есть вот это вот постель с одного из обработанных нами блоков вот видно что вот это шея имеет несколько другое покрытие такого желтенького цвета она желтоватый такой оттенок в этот димит принципе здесь поработал резец видно что касался везде каждой постели тоже постель была шлифована ну как же как я и говорю максимум пять соток в итоге все вращается без проблем все работы ждет коленвала к сожалению нету на этот мотор да ну еще там скажу один нюанс моторы серии 651 отличаются посадкой вкладыша имеющего полукольца то есть вот в этой версии моторов видно что у нас средняя шейка задействована так этот мотор также имеет среднюю шейку вот этот мотор имеет четвертую шейку коленвалы разные блоки разные имейте ввиду но плюс ко всему мы еще мерили шатуны у них там еще и разница в шатуне есть пол миллиметра в длине причем при всем при том что маркировка на шатуне идентичная то есть визуально не видно что шатуны чем-то отличаются но тем не менее по замерам четко видно отличие вот такие вот бывают нюансы работе я уже выкладывал видео по поводу блока цилиндров рено где не было учтено то что там посадка под сальник тоже меняется в геометрию но это поправимо вот в данном случае уже бороться за жизнь этого блока не стоит а стоит он весьма и весьма приличных денег вот такие вот дела поэтому прежде чем вы за что-то беретесь обязательно имейте ввиду как какой принцип действия как работают механизмы в этом двигатели или узле неважно что в этом ремонтируйте чтобы делать людям благо в первую очередь не вредительство все всем спасибо за внимание не забывайте подписаться на канал кто еще не подписан все всем пока